Алтай занимает восьмое место в стране по числу больных сахарным диабетом. Ежегодно регион тратит 750 миллионов на препараты для этой категории. И проблемы нехватки инсулина нет, заверяют в Минздраве. Но диабетики с этим не согласны. Многие жалуются, что нередко жизненно необходимые препараты невозможно купить. Причина, объясняют чиновники от Минздрава, в смене лечения, а значит и типа инсулина. Для быстрого появления дополнительных упаковок с поставщиками отработана своя схема. Врач выписывает рецепт, аптека его откладывает на отсроченное обслуживание. Логистическая компания, которая возит препараты, она видит каждый день этот отложенный спрос. И каждый отложенный спрос, вот ежедневный, он превращается в дополнительную заявку для лечебного учреждения. Поэтому этот отложенный спрос удовлетворяется буквально в течение недели. Ежедневно аптеки края получают до 100 таких рецептов. Инсулин необходим первой группе диабета, примерно 4 тысячам человек. Остальные 86 тысяч больны диабетом второго типа. К ним врачи всего мира применяют особый комплексный подход. Приводят на несколько видов препаратов одновременно, для самого диабета и сопутствующих заболеваний. В таком случае, говорит клинический исследователь Александр Аметов, смертность пациентов снижается на 40%. Мы никогда раньше не произносили слово кардиопротекция, защита сердца, нефропротекция, защита почек. Все знали, что при сахарном диабете на фоне повышенных некомпенсированного диабета развиваются осложнения, которые в финале стали называть фатальными. Из-за стоимости новых препаратов такой подход в крае пока доступен лишь нескольким тысячам человек. Примерно настолько же на Алтае ежегодно прирастает число диабетиков. Лучше диагностируют, но и сами люди, по словам врачей, запускают себя в группу риска. У нас много пациентов с избыточной массой тела, с ожирением, с артериальной гипертензией, с нарушенным липидным спектром, которые являются провоцирующими факторами для развития диабета второго типа. Перспективы лечения сахарного диабета в Барнауле будут обсуждать два дня. Завтра врачи посвятят вопрос диабету у детей и подростков. Анастасия Дорога, Николай Шелко. Наши новости.